Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео. Банк Японии только что шокировал рынки. В Твиттере обнаружили утечку, а мир готовится к взрыву долгового пузыря в полмиллиарда долларов. Что это все значит? Давай разберемся в этом видео, а тайм-коды, как обычно, в описании. Но для начала, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. На прошлом видео мы набрали почти 5000 лайков, за что я очень и очень благодарен. Давай на этом наберем скромные 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, момент, которого мы все ждали. NFT GAT опубликовал слитую информацию о том, что будет в последней версии Твиттер Икс. Пока это доступно только версии для разработчиков. Цифровые валюты и NFT в массах могут появиться намного раньше, чем все думают. Итак, в Твиттер Икс появится вкладка Коинс. Пока неизвестно, какая именно это будет криптовалюта. Мы ее пока что называем Икс Коин. Возможно, это будет Доги Коин или Риппл Икс РП, а может быть какая-то своя криптовалюта Илона Маска. Одно известно точно, что эта валюта кардинально изменит Твиттер Икс. Например, контент-мейкеры в Твиттере смогут с ее помощью получать вознаграждение за свой контент. Как-то так это будет выглядеть. Подписчики смогут покупать эти монеты и донатить своим любимым Твиттер-блогерам. Также монету можно будет конвертировать в NFT и обратно. Как ты можешь получить из этого выгоду? Вот короткая инструкция. Первое. Отвечай другим людям. Пиши личные сообщения. Но не для того, чтобы спамить, а чтобы построить свое крепкое сообщество. Создавай контент в Икс, который дает ценность аудитории, а не вводит ее в заблуждение ради внимания, лайков, хайпа и так далее. Будь человеком. То есть будь лицом своего сообщества. И не будь скучным. Это 4 пункта, которые ты сможешь выполнить в Твиттер Икс, чтобы получить сплоченную аудиторию, которая с удовольствием поможет тебе зарабатывать Икскоины. Ну или как он там будет называться. В любом случае, теперь ты знаешь, как получить максимум из грядущей валюты Икс, которая уже засветилась в версии для разработчиков. Ну а теперь я хочу поговорить с тобой про центральные банки. Здесь происходит очень важный сдвиг. Многие до сих пор думают, что ФРС США является самым важным ЦБ в мире. Но на самом деле сейчас стоит обращать больше внимания на Банк Японии. Потому что прямо сейчас он меняет абсолютно все. И начинает со своей политики. Банк Японии только что шокировал рынки своим изменением политики. Настолько, что биткоин упал до 28 тысяч долларов, а S&P 500 потерял 200 пунктов. Давай я разжую тебе, что это значит, максимально простым языком. Эта тема очень сложная, но я попробую. Возможно, в чем-то я могу ошибаться. Центральный банк Японии собирается диаметрально изменить свои способы управления кривой доходности. А точнее остановить это управление. Как управляет кривой доходностью, например, ФРС США? Если, например, ФРС хочет сохранить процентные ставки 10-летних облигаций на уровне 1%, несмотря ни на что, то когда люди начнут продавать облигации и ставка начнет взлетать выше 1%, ФРС США зайдет на рынки и выкупит столько, сколько нужно для того, чтобы вернуть ставку к 1%. Это называется управлением кривой доходности. Но какое отношение к этому имеет Банк Японии? Очень большое. Гораздо больше, чем любой другой центральный банк сейчас. Почему? Потому что, исходя из этой таблицы, Банк Японии является крупнейшим держателем американских облигаций и казначейских ценных бумаг. Это список самых главных инвесторов в американские облигации. ТОП-5 снизу вверх – это Швейцария, Люксембург, Бельгия, Великобритания и Китай. Но лидером все равно являются центральные банки Японии – 1,1 триллиона долларов. Это значит, что если Банк Японии собирается остановить управление кривой доходности своих облигаций, то, скорее всего, они перестанут покупать американские. Кроме этого, они явно собираются выкупать иену, которая в последнее время сильно падала против доллара. Они просто не могут позволить себе продолжать игнорировать эту проблему, продолжать ослаблять свою национальную валюту. И чтобы сделать это все, им нужен американский доллар. Откуда они его возьмут? Они продадут американские облигации за доллары США, затем используют их для укрепления и иены, что, в свою очередь, ослабит доллар США. И это можно считать плохим знаком для экономики, потому что ослабление доллара США может вызвать новый виток инфляции. Из-за того, что цены на товары и импорт вырастут. Но это только верхушка айсберга. Джером Паул фактически дал зеленый свет для Буллрана, заверив рынке, что июльское повышение ставки было, по сути, последним, если не будет второго витка инфляции. Но в 13.00 по восточному времени Никей решил опубликовать отчет, в котором утверждается, что Банк Японии обсудит корректировку своего контроля над кривой доходности, что может привести к следующим последствиям. Взлету десятилетних облигаций и ослаблению доллара. Причем доллар может ослабиться еще больше, если японский банк будет не только продавать американские облигации, но и сам доллар за иену, чтобы укрепить национальную валюту. Это, в свою очередь, приведет к тому, что все кредитные продукты подорожают. По кредитным картам, автокредитам, потребительским кредитам, ипотекам и так далее проценты вырастут. Что, конечно, не добавит стабильности ни банкам, ни рынку жилья, ни так далее. Как ты помнишь, за последние две недели еще два банка в США обанкротились из-за повышенных процентных ставок. Теперь уже пять банков в США обанкротились в этом году. Европейский центральный банк тоже предупреждает, что глобальный рынок облигаций может пережить крах из-за изменения политики Японии. Кроме этого, это изменение способно вызвать долговое цунами, когда более трех триллионов долларов уйдут с глобальных долговых рынков. То есть иена тоже начнет высасывать ликвидность с рынков Европы и США обратно в Японию. Давай послушаем более экспертное мнение, чем мое, к чему может привести разворот политики Японского центрального банка. А system of manipulating interest rates, so money is cheap to borrow without hurting pensions and banks. That policy has already driven trillions offshore, seeking higher returns, especially to U.S. and European stock markets and bond markets, but above all to U.S. treasuries. And now those trillions could be going back to Japan. So what is yield curve control? Bond yields are the interest rate you get for holding a bond. A 2% rate means you get $2 per year on a $100 bond. I mentioned the yield curve in a recent video, but it measures the interest rates for different lengths. So 1-year, 5-year, 10-year. What Japan wanted was essentially zero rates on the 1-years and 5-years to artificially stimulate its economy, with only slightly higher rates on the 10-years, since Japanese pensions would go bankrupt if their long bonds were earning negative rates. To keep rates low, the Bank of Japan promised to buy as many 10-years as it takes. Remember, by buying bonds, it raises the price, which means a lower rate of return. To illustrate, if a $100 bond is paying 2%, so $2 in interest, and the price goes to $200, now that is a 1% bond. Fantastic, of course, if you're a banker who owned the original $100 bonds, which are now worth $200. The problem is this meant massive injections of fresh money into the economy. To the point, the Bank of Japan now owns a majority of Japanese government debt, over $4 trillion. In fact, the Bank of Japan is now the largest owner of stocks in Japan, owning 80% of new exchange-traded funds, ETFs, and owning over 7% of all the publicly held corporations on the Tokyo Stock Exchange. This is not sustainable. At some point, the Bank of Japan owns everything in Japan. Even the Soviet Union did not own literally everything. So, the Bank knew it could not go on forever. In fact, they had already pulled back a couple times, bumping the 10-year ceiling in 2018 and then 2021. But now they ripped off the Band-Aid, saying they'll abandon targets altogether. They did promise flexibility to try and call markets, but the move still sent Japanese stocks and the yen in gyrations. For Americans, the main impact is that Japan's low rates have so far sent about $3 trillion offshore, overwhelmingly to the U.S. and Europe, chasing higher returns. If zero policy is now history, that money will start to go home, meaning they will sell U.S. Treasuries, U.S. stocks, European bonds and equities, everything from Brazilian sovereign debt to European power stations to high-risk loans. This could further drive down, especially the U.S. dollar, which has already fallen almost 15% since September. Now that Chinese are pulling money home to shore up their slowing economy, if Japanese money, too, is going home, that takes out $2 trillion stacks that have been floating the U.S. and European economies and the currencies. The free pass may be coming to an end. Okay, we'll be watching. See you next time. Итого, для экономической ситуации изменение политики японского банка кажется тревожным. Но вот чего люди не понимают. Они пугаются краткосрочных последствий, но совершенно забывают о долгосрочных. Ты наверняка помнишь о корреляции индекса доллара и рисковых активов. Когда индекс доллара падает, рисковые активы зачастую растут. А значит, это может быть идеальным фундаментом для золота и, похоже, для цифрового тоже, которым является биткоин. Джей Пи Морган прогнозирует, что золото поставит новые рекорды в 2024 году из-за того, что сработает эффект отложенной реакции на политику ФРС. Помнишь, даже Джером Паул говорил, что реакция на действия ФРС США наступает с задержкой. И хотя ФРС США уже не прогнозирует рецессию, как сообщает Форбс, Судя по всем признакам, она уже есть и в 2024 году это тоже никуда не денется. И именно поэтому Джей Пи Морган пишет, что люди будут искать спасение от нее в золоте. Посмотри на это. В глобальной экономике назревает корпоративный долговой шторм размером в 500 миллиардов долларов. Корпоративные банкротства развиваются самой большой скоростью со времен глобального финансового кризиса. И это видно на этом графике. Инвесторы Уолл-стрит уже об этом переживают. Это бедствие вызвано огромным количеством дешевых денег и нулевых ставок, которыми заполнили экономику во времена коронавируса. После чего ставки повысили самыми быстрыми темпами с 2008-го, что сейчас и приводит к взрыву банкротств и росту долгов. Причем это касается не только США, но даже китайских и европейских нефинансовых компаний. Коммерческая недвижимость, частный бизнес и бизнес, связанный с потребительскими расходами, сейчас испытывают огромные проблемы. И скорее всего в ближайшем будущем еще множество бизнесов сломается. Посмотри на этот красный столбец. Банкротство уже почти достигает отметок 2010-го года. А ведь это только половина 2023-го. Ситуация просто ужасная и мы можем видеть это на этом графике. Всего за 6 месяцев 2023-го года произошло уже 340 банкротств. И это самое большое количество банкротств в первом полугодии за последние 13 лет. Предприятие начинает ощущать последствия от повышения ставок. И эта ситуация будет ухудшаться. Оранжевый столбик в этом году еще не заполнен. Но судя по темпам, он будет гораздо выше всего, что мы видели с 2010-го. Великобритания также находится на пути к загрузке страницы. Шучу. К самому большому количеству неплатежеспособных компаний со времен 2009-го года. Так что этот тренд касается не только США. Это глобальное бедствие. И глобальный финансовый кризис фактически уже вернулся. Хотя и ФРС США это не признает. Корпоративное банкротство в Америке находится на самом высоком уровне со времен 2010-го года. Почему это происходит? Банки перестали кредитовать. Либо кредитуют с большим нежеланием. Также существует большая неопределенность в экономических условиях. Она усугубится с решением Банка Японии о полном переосмыслении своей финансовой политики. Инвесторы не знают, чего от этого ожидать. ФРС США также не дает четкого направления своей политике, говоря, что она может измениться из-за поступающей новой информации. То есть то, что они не будут повышать ставки, информация достаточно неуверенная. Еще одна причина – большие долги, которые набрали компании, когда деньги были дешевые, а ставки около нулевыми. И, конечно же, главной причиной являются высокие процентные ставки. Вот свежая история. Bad Bath & Beyond подали заявку о банкротстве, которая уничтожила держателей их акций. Дело в том, что их план банкротства совершенно никак не компенсирует потери акционеров. Ведь их акции будут просто-напросто обнулены. Мой совет здесь. Если ты приметил, например, акции какой-то биткоин-компании и собираешься ее покупать, то обрати внимание на букву Q в конце названия. Ведь если она там есть, это очень рискованная покупка. Почему? Потому что это значит, что компания проходит через процесс банкротства. По статье 7 или по статье 11. И что же мы имеем в итоге? Корпоративные облигации с более высоким риском падают в цене. Цены на мусорные облигации США значительно снизились. При этом доходность мусорных облигаций выросла с 3% в 2021 до 9% сейчас. И это проблема, потому что у нас есть большой объем низкопроцентного долга, который подходит к продлению с изменением кредитной ставки до 9%. Вот почему волна банкротств предприятий и дефолтов продолжится. Прямо сейчас уровень банкротств США, Англии, Уэльсе, Швеции, Германии и Японии достиг уровня глобального финансового кризиса 2008-2010. И к этому привела комбинация факторов. Замедление экономики, рост инфляции, падение потребительского спроса, большие задолженности на балансах компаний, более высокая стоимость заимствований кредитов из-за роста ставок и отсутствия ликвидности на рынке. А тут еще и Япония с помощью своей иены хочет высосать 3 триллиона долларов ликвидности. Это идеальный шторм. Поэтому, если ты инвестор, ты должен быть очень осторожен с компаниями, которые сейчас предлагают тебе высокую доходность по долгу. Ты должен прежде всего оценивать соотношение долга к личному капиталу у любой компании, с которой хочешь связаться. Так что рецессия и финансовый кризис шагают широко по планете, несмотря на заявления ФРС. И, по всей видимости, центральные банки, в том числе и ФРС США, об этом знают. Ведь они не только покупают золото на долгосрок, но и полностью меняют свою политику прямо сейчас. Глобальные центральные банки по всему миру сокращают свои расходы и затягивают пояса. А знаешь зачем? А чтобы нивелировать даже эти изменения политики Японии. Цены на энергоносители успокоились, инфляция остывает и так далее. Они просто страхуются от второго пика инфляции. А значит последствия японского демарша могут быть только лишь краткосрочными. Но во всем этом хаосе есть очень хороший момент. Во-первых, центральным банкам придется вернуть ликвидность обратно в систему. Рано или поздно. Потому что им придется это сделать для спасения экономики. Этот момент станет причиной, почему рынки начнут расти, почему биткоин начнет расти. Именно поэтому аналитики банка JP Morgan считают, что люди будут искать убежище от рецессии, в которой мы уже находимся, в золоте. И если Япония действительно обвалит индекс доллара, то это тоже станет катализатором для будущего роста драгоценного металла. Ну и, наверное, биткоина. Люди также ищут убежище в биткоине и золоте от банкротства банков. Центральные банки по всему миру рекордно накапливают золото не просто так. Кроме этого, лично мое мнение, что видя такое количество проблем в фиатной валюте, во всем мире начнут расти случаи как прямого, так и непрямого использования биткоинов. Например, B2B уже начинает использоваться импортерами, экспортерами, оптовиками и так далее. Просто об этом пока не говорят. Также, учитывая проблему ликвидности, который может усугубить японский ход конем, на сцену вырывается и Ripple, всего ODL, то есть ликвидностью по требованию. Так что вся эта ситуация на длинной дистанции неожиданно представляется в позитивном свете. Ведь рано или поздно и биткоин, и золото, и даже Ripple XRP смогут, наконец, получить свое признание как раз-таки из-за всех этих проблем с фиатной финансовой системой. Люди просто-напросто скажут, хватит, нам это все надоело, мы выбираем альтернативу. То есть, как ни крути, а любое событие на фиатных рынках, даже приводящее к обвалу криптовалюты в том числе, все равно, с моей точки зрения, является для криптовалют позитивным. Потому что оно указывает на несовершенство существующей, давно устаревшей финансовой системы. Биткоин – это то, что должно ее заменить. Ну или что-то построенное на его основе или по его подобию. И однажды люди это поймут и увидят. И не будет лучшей аргументации для перехода на рельсы биткоина, чем сама фиатная валюта. Доллар США, рубль, иена, юань, евро и другие. На этом все. Меня зовут богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok